В музее-заповеднике прошло успешное открытие выставки двух воспитанниц Рыбинской детской художественной школы Ирины Конде и Светланы Соловьёвой. Творчество Ирины переносит нас в другую реальность, в загадочный мир Африки. Буйство красок и уникальный стиль художницы заставляет услышать звук барабанов, танцы африканских племён, представить стада бегущих диких животных и полностью погрузиться в самобытную культуру, чарующей и далёкой для нас страны. Работы другой художницы навеивают спокойствие, гармонию и умиротворённость. Столько света, тепла и чуть-чуть грусти отображает творчество Светланы Владимировны, заставляя взглянуть на окружающий нас привычный мир, другим взглядом, особенным, таким, каким видит его автор. Ирина работает и живёт в Гвинеи, Светлана в родном любимом Рыбинске. Казалось бы, ничто не может их объединять, но русская душа и любовь к окружающему миру собрала их работы воедино. Хочу поблагодарить Светлану Владимировну, потому что это она дала эту идею, и это она организовала, у меня здесь не было, всю эту экспозицию. Представленные работы – это лишь малая часть её творчества, призналась Ирина Конде, так как её картины пользуются спросом и быстро уходят в домашние коллекции или в музеи. В общем-то, я работаю давно как художник, и это маленький кусочек, это работы, написанные в 2014-2015 году. Вообще-то у меня работы не хранятся, они расходятся, поэтому они не могут достаточно сказать обо мне. И вот, наконец-то, найден ответ на главный вопрос. Что же всё-таки объединяет двух талантливых, но таких непохожих друг на друга художниц? Так же, как и Ирина, хочу поблагодарить устроителей этой выставки, работников музея, за предоставленные залы, за помощь в организации этой выставки. И, конечно, я огромное сердечное спасибо, хочу сказать, моей давней подруге Ирине Конде. Мы с ней знакомы очень давно, учились у одного преподавателя в детской художественной школе, и, наверное, вот это, прежде всего, нас объединило. Необычную выставку посетил председатель Союза художников города Рыбинска Александр Григорьев, который поделился своими впечатлениями и принёс благодарность двум ученицам, нашего земляка, учителя и художника Александра Попова, признавшись, что является поклонником его творчества. Мне кажется, оказавшись в этом зале, я оказался, наверное, в самом центре канала «Дискавери» всё-таки, потому что выставка очень кинематографична. Я думаю, тут есть вот это ваше, вот то, что вы учились этом и так далее, вы смотрите на мир с точки зрения, в том числе, кино. Хотелось бы отметить и второй зал Светлана Владимировна. Мне кажется, вы открылись для меня как композитор. То есть я здесь вижу действительно жанровые работы и обдуманные работы, и не случайные. Я вижу, что вы над ними трудились, вы их сочиняли. Это такой ваш рассказ, он тут состоялся. Мне действительно это очень интересно, и я вас открыл для себя. Ещё я знаю, что вас объединяет. Мне кажется, это много, кстати, говорит. Вы ведь учились у одного художника изначально, Попова, и он, наверное, своей любовью к искусству в том числе и заразил вас. То есть вот вы до сих пор этим больны. Завершилось торжественное открытие вручением цветов и поздравлениями однокурсников.